Здравствуйте! В эфире Югра Территория Безопасности. Значит, пришло время поговорить о самых последних происшествиях в нашем округе. Меня зовут Антон Войтович. Мы начинаем. В Югре коррупция существует. Сумма полученных взяток составила свыше 190 тысяч рублей. В конверте находилось 30 тысяч рублей. Шестилетний местный житель, которому принадлежит данная продукция, попытался дать взятку полицейским в размере 30 тысяч рублей. Денежные средства – 1600 долларов. Цель последующего требования взятки за непринятие санкционных мер. Экс-чиновник Нижневартовской администрации обвиняется в получении взятки. Обвинительное заключение в отношении бывшего директора управления капитального строительства утвердила окружная прокуратура. По версии следствия, мужчина с декабря 2019 по сентябрь 2021 года серьезно обогатился на строительстве городской центральной больницы. Его задержали еще полтора года назад и поместили в СИЗО, где он находится по настоящее время. В ходе расследования у обвиняемого нашли и изъяли более 14 миллионов рублей, а также арестовали 20 миллионов, хранящиеся на банковском счете. Но даже эти цифры не покроют ущерб, причиненный экс-чиновникам, ведь взяток он получил более чем на 36 миллионов рублей. Деньги передавались за лоббирование интересов организации при заключении и исполнении государственного контракта на строящемся объекте центральной больницы в городе Нижневартовске. Также директор подписывал акты приема передачи выполненных работ, которые фактически не были выполнены. Сотрудники госавтоинспекции оперативно задержали вартовчанина, подозреваемого в угоне автомобиля. О преступлении в дежурную часть сообщил 19-летний местный житель. Он рассказал, что вечером оставил незапертую машину возле своего дома по улице Интернациональной. Проснувшись, он обнаружил, что автомобиля нет. Уже спустя полчаса стражами порядка был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний безработный житель города, ранее неоднократно судимый за кражи и угон автомобиля. Злоумышленник пояснил, что, проходя по улице, ему на глаза попалась семерка, дверца которой была незаперта. Он смог завести чужую машину, соединив провода замка зажигания и отправился кататься на ней по ночному городу. Алкоголь сегодня употребляли? Да, но это еще будет днем. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Еще одно дело, раскрытое по горячим следам. Нижневартовские сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже и опять же колесной технике. 36-летний мужчина, находясь на территории производственной базы под предлогом аренды, похитил полуприцеп. Сумма причиненного ущерба свыше 250 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли полуприцеп и уже вернули его собственнику. А сотрудники уголовного розыска Ураев вычислили похитителя инструментов. По их версии, 38-летний местный житель похитил из строящегося стационара городской клинической больницы имущество почти на 50 тысяч рублей. Под тяжестью доказательств мужчина признал вину и рассказал, что ранее он был на объекте и видел, что в одном из подсобных помещений хранятся различные электроинструменты, а двери там были открыты. Спустя время фигурант решил вернуться в этот стационар и похитить оборудование. Подойдя к подсобке, мужчина увидел, что дверь закрыта на навесной замок. Тогда он просто сорвал его. Похитив электроинструменты, злоумышленник скрылся с места преступления. В настоящее время все похищено, изъято и возвращено потерпевшему. А уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Я напоминаю, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте yugradefistv.ru, а также в наших социальных сетях. Это Югра – территория безопасности. Меня зовут Антон Войтович. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин